В начале о поездке губернатора в Шебекино. Вячеслав Гладков проверил ход ремонтных работ многоквартирного дома на Ленина, 58. Это бывшее общежитие. В крышу здания в начале июня во время массированных обстрелов города попал снаряд. Полностью сгорела кровля, пострадали практически все помещения на пятом этаже. Восстановление бригады уже завершили. Сделал нотик. Хозяева сами обои выбирали. Я вижу, что светло, красиво, геометрия выдержана. Если на таком уровне будет сделано, мне кажется, что эти будут довольны. Работы на этом объекте по решению руководителя субъекта переходят в капитальный ремонт. Его выполнят вне очереди по профильной областной программе. Как отметил глава региона, уже сделано многое, но впереди также большой объем. В планах заменить водопроводные и канализационные сети, энергосистему, отремонтировать туалеты, душевые комнаты, кухни, коридоры, лестничные марши, подъезды и подвал. Возвращать сюда людей пока еще некуда. Поэтому люди живут отцелены. И плата за проживание не должна начисляться. То есть, как мы говорили, начисление происходит тогда, когда человек возвращается к себе. Губернатор подчеркнул, увы, есть ложка дегтя. Обновленные элементы подвергаются вандализму. К примеру, разбили недавно замененные стеклопакеты. Уважать труд строителей и, главное, комфорт свой и окружающих, согласитесь, истинно прописная. И подобное безобразие недопустимо. Добавим, на первом этаже здания большая библиотека, которая работает там с середины 50-х. Вскоре ее тоже ждет обновление. У нас читатели привыкли по старинке. Конечно, может, более продвинутые пользователи читают книги электронные. Но нашим больше нравится, конечно, общение с нами и также традиционные формы. Ну, конечно, долго не было ремонта. И нам очень приятно, что губернатор обратил на это внимание. Будем ждать обновлений.